12 декабря 26 лет назад в нашей стране приняли основной закон государства, Конституцию Российской Федерации. Проходило всенародное голосование. Предложенный на референдум текст документа, 3,5 года разрабатывали больше тысячи авторов. За принятие и отклонение основного документа страны подголосовали более 58 миллионов россиян. День Конституции стал памятной датой России. 12 декабря традиционно проходит общероссийский день приема граждан. Представители органов власти всех регионов отвечают на вопросы жителей, в том числе и глава государства. В Ставрополе подвели итоги работы противопожарной и аварийно-спасательной службы края в 2019 году. На торжественной церемонии наградили профессионалов, показавших наивысшие показатели в службе. Как подчеркнул начальник ПАС, в ведомство сегодня есть чем гордиться. К примеру, в сентябре заработала в полном объеме система вызова экстренных служб 112. С начала года операторы уже зафиксировали свыше миллиона обращений на этот номер. Из хороших новостей для пожарных – повышение зарплаты на 20%. Ставропольцы теперь смогут отследить движение троллейбусов через телефон. Благодаря обновлению популярного мобильного приложения можно посмотреть, как далеко от вас рогатый общественный транспорт. Он отмечен специальными иконками. Для удобства пассажиров приложение обновляется каждые 30 секунд. Помимо этого, можно нажать на иконку остановки, и программа покажет все виды транспорта и номера маршрутов, которые проходят в этом месте. Санаторий Кавказских Минеральных Вод попали в топ-3 российского рейтинга путешествий на Новый год. Список направлений составили специалисты популярного сервиса для туризма. Они проанализировали брони с 28 декабря 2019 по 8 января 2020 года. Тройки лидеров Московской области, города Кавказских Минеральных Вод и курорты Краснодарского края. 19 садоводческих организаций провели закладку палисадников на Ставропольских полях. Министерство сельского хозяйства региона сообщает, фермеры получили 425 миллионов рублей субсидий из федерального и краевого бюджета. На эти деньги заложили почти 630 гектаров садов. Около половины территории признали суперинтенсивными. Наибольшие площади отвели в Придгорном и Кочубеевском районах, Мироловодском и Изобильнинском городских округах.